Мой близкий родственник, зять Морозов Алексей Иванович, родился 12 февраля 1920 года, сегодня день его столетия. Участник войны, естественно, он прошел всю войну. И что мне хотелось бы рассказать о нем? Конечно, мы гордимся всеми своими участниками, они все герои, пройдя эти все ужасы войны. Но здесь я хотела бы просто обратить внимание на то, что этот мальчик пошел, ну мальчик, в общем-то, по сегодняшним меркам, в 20 лет он поступил в Хаваровское военное училище, через год начинается война и их капеллизуют. И с 1921 года до 1925 он участник всех военных действий, дошел до Берлина, и за это время, кроме того, он был ранен. После тяжелого ранения в 1944 году можно было комиссоваться, но он возвращается в свой полк, потому что уже в это время, когда ему 25-й год, он уже был подполковником и командовал полком. И я сейчас читаю, там был его однополчанин, его воспоминания, он говорит, мы всегда, фамилия Морозов его, и говорит, наш Морозов, он какой-то вот такой вот живучий очень, почему? Наверное, говорит, отец ему помогает, потому что в это же время его отец служил рядовым солдатом в этом же полку. И вот таким образом Алексей Иванович, последний наград, он получил много наград, написал награды такие очень за отвагу, на Красного знамени, орден Александра Невского, орден Кутузова. Орден Кутузова он уже получил за военные действия в июне 1945 года, то есть для них еще война продолжалась в это время. И поэтому сказать, что мы гордимся, это мало что сказать. И когда сегодня мы смотрим на эти все награды, они у нас все сохранились, мы бережем, бережем его шиней, потому как уже потом, после войны, он стал генерал-майором, в одно время командовал Московским военным округом, но не об этом. А главное, что когда эти стихи, когда Твардовского из Яра умер под ржевом, когда нам свои не носить ордена, мы когда на это носим, то это просто... Главное, что память была, и память она все равно останется, в общем, не всегда. Особенно сегодня, в сегодняшнее время, еще можно и... Опять же, из этих воспоминаний, вспоминаю о катании, он, значит, под ржевом, первую свою награду он получил под ржевом, просто такая мясорубка была. И он в Прибалтийском, Западный фронт, где он служил, и когда они освобождали одно местечко в Польше, вот именно на фоне сегодняшних событий, то, что происходит, вот они описывают, они пришли, значит, освободили, это уже более наша армия стремительно ступала, освободили это село, ну, село, поселок, деревни, я не знаю. И первое, что они стали делать, они стали срывать со столбов, там были немецкие названия улиц, потому что немцы продолжительное время были в этой местности в Польше, и они уже названия свои дали этим улицам. И выбегали мальчишки маленькие, помогали нашим солдатам тоже сбивать эти немецкие названия улиц, а потом они как-то были распортированы все по домам, и находясь уже вечером на отдыхе, они пригласили семью эту польскую, чтобы они с ними вместе поужинали, потому как у этих все-таки продукты у солдат были. И эти поляки, я почему это все говорю, женщина, она у них спрашивает, скажите, пожалуйста, ну, все они были благодарны, что освободили от немцев, и при этом они спрашивают, а когда придут большевики, мы очень боимся. Они передвинулись, и они никак не поймут, и мы, говорит, не знали, как к себе везти. И тогда один догадался, мы, говорит, достали партийный билет, у нас были, и показали ей, говорит, а вот мы большевики. И эта женщина, она подошла к одному и начала щупать лоб, и говорит, нам сказали, что большевики, это вот с рогами, это вот враги. И она щупает его рот, и говорит, нема, роги в нема. И неужели это сегодня все забыто? Я надеюсь, что нет, народ все равно это все помнит.